Добрый день, дорогие мои вязалочки! Добрый день, все позитивные зрители! Рада приветствовать вас на своем канале Посидим-повяжем. Я уже не раз говорила вам, что интернет это вообще кладезь всего интересного, это поле для нашего вдохновения и интернет очень-очень часто подбрасывает нам интересные идеи. Так вот я буквально на днях присмотрела на одной из страниц интернета. Очень интересный джемперочек. Джемперок может быть вот этого сейчас времени, майский. А если связать его из хлопка, либо из хлопка со льном и разных летних сочетаний, то он возможен и на летнее время. Я уже связала образец, я уже его связала, чтобы показать вам, как выглядит вот такой образец в моем исполнении. Ну а сейчас немножко поговорим о модели, немножко поговорим о том, как вязать и провяжем с вами раппорт узора вместе со всем описанием, чтобы вам было легко и просто затем вязать ваш образец. Вот так, девочки, выглядит эта модель. Шикарно смотрится, шикарно, ажурно. Такой интересный, как бы сказать, не очень уж и популярный узор. Что-то модненькое, что-то красивое, что-то необычное. Высокие-высокие резиночки. В принципе, очень открытая горловина. Можно надевать на любую летнюю рубашечку, будет очень-очень красиво смотреться. Что можно сказать по структуре. Вот здесь я покажу вам. Это прямой покрой, то есть вязка снизу вверх, прямое изделие и передняя половиночка и спиночка. Связаны, в принципе, без таких вырезов под рукав. И рукав вяжется тоже с увеличением и ровным закрытием. Горловина идет, девочки, квадратная, но можно ее сделать и в виде круглой глубокой горловины. Высокая-высокая резиночка. Здесь, говорится, 10 сантиметров, но я думаю, что она все-таки повыше, немножко повыше. Никаких сложностей это изделие не представляет. Я его не буду провязывать с вами. Я покажу вам только схему и попетельно узор вот этого джемперочка. Я думаю, что из хлопка, из различных летних моделей пряжи джемпер будет смотреться очень-очень красиво. Хотя, если вы его свяжете и в стиле, например, альпака, либо махера, тоже, я думаю, будет очень оригинальное изделие. Чтобы не болтать много, я покажу вам схемку вязания. Вот она схема вязания, в которой у нас, девчонки, 11 петель раппорт и 16 рядов узор. Что, значит, используется в этой схеме? Есть накиды, есть по три петельки вместе с центральной лицевой петелькой и идет это по всему, по всему раппорту, посередине. Видите вы, да? И по две петельки вместе с наклоном идет вправо и с наклоном влево. Я сейчас буду провязывать с вами образец. Следите за мной, подбирайте пряжу и начинаем наше вязание. Итак, дорогие мои, чтобы долго не болтать, не рассказывать, не тянуть время, давайте сразу приступим к нашему узору. Я здесь связала уже один раппорт, повторила три раза. 11 петель у нас, 11, 11, 11 и две кромочные. Вяжется 16 рядов. Узор вяжется, причем и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому следите за мной, девочки, внимательно. Итак, первые 4 ряда узора мы с вами начинаем и вяжем 4 ряда лицевыми петельками, то есть 1, 2, 3, 4, ни на что не обращая внимания, только переставляем наши маркеры. Вот, провязали 11 петель нашего раппорта, следующие 11 и так далее до конца ряда. Затем возвращаемся, вяжем еще один лицевой и еще изнаночный. Встречаемся в пятом ряду. Связаны наши вот эти 4 разделительных ряда, которые будут идти после каждых 16 рядов. 4 ряда есть. Теперь пятый ряд нашего узора, девочки. Вяжем 1 петелька, лицевая, 1 накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Дальше, смотрите, у нас идут следующие 3 лицевые петельки. Их нужно провязать так, чтобы центральная была накинута сверху. То есть я снимаю 2 петельки, беру к ним еще третью и провязываю все 3 вместе лицевой, чтобы центральная была сверху. Вот так. Дальше вяжу 1, 2, 3 лицевые, накид, лицевая. Вот один кусочек у нас сделан. Дальше перебрасываю маркер и продолжаю вязать точно так же. 1 лицевая, накид, 1, 2, 3 лицевые. Вот эти 3 петельки делаю вместе с центральной сверху. Провязала, провязала. Дальше идем 1, 2, 3, накид, лицевая. И делаем так далее еще один раз. Шестой ряд. Изнаночный ряд нашего узора, девочки. Здесь мы тоже будем не просто вязать по рисунку, а провязывать наш узор. Итак, первую мы снимаем. 1, 2 петельки изнаночные, накид, еще 2 изнаночные. Теперь вот эти 3 петельки нам нужно провязать изнаночной. Но сделать так, чтобы у нас центральная наша петелька снова была сверху. Я их переставила просто и провязала изнаночной. Опять вяжем. 1, 2 изнаночные, накид и еще раз 2 изнаночные. Еще раз повторяем. 1, 2, накид, 1, 2 изнаночные. 3 петельки нам нужно провязать так, чтобы вот эта центральная была у нас сверху. Переставили, провязали изнаночные. Еще раз. 1, 2 изнаночные, накид и 1, 2 изнаночные. Точно так же делаем и третий раз. Седьмой ряд нашего узора. Все в принципе очень-очень просто. Очень простой узор. Единственное, нужно не терять девочки накиды. И все остальное, все у вас будет получаться. Итак, седьмой ряд. 1, 2, 3 лицевые петельки. Накид, еще одна лицевая. Теперь эти три снова нам нужно сделать вместе. Мы переставляем центральную петельку вперед. И провязываем 3 лицевые. Вместе провязали. Идем дальше. 1 лицевая, накид и дальше 1, 2, 3 лицевые. И так повторяем еще 2 раза. Восьмой изнаночный ряд нашего узора. Что мы делаем? Мы вяжем 1, 2, изнаночные. Дальше вяжем 1, 2, лицевые. Накид. И следующие 3 мы снова переставляем центральной петелькой вперед. И провязываем с вами изнаночной. Дальше делаем накид. 1, 2 лицевые, 1, 2 изнаночные. Смотрите внимательно мое описание и вяжите вместе со мной. Дальше я еще 2 раза провяжу этот самый раппорт. Провязаны наши 8 рядов, девочки. Идем к 9-му ряду. В 9-м ряду что мы делаем дальше? Первую снимаем. 1, лицевая. Дальше делаем накид. 2 петельки провязываем вместе с наклоном влево, девочки. С наклоном влево. Провязали изнаночные. Накид. Лицевую и накид. Переставляем. Берем еще одну и провязываем, как мы и провязывали. 3 петелечки вместе. Прихватили. Провязали 3 вместе. Снова накид. Изнаночная. Теперь 2 вместе с наклоном вправо. Провязали. Накид. Лицевая. Это у нас 9-й ряд. Еще делаем 2 раза и идем к 10-му нашему ряду. 10-й изнаночный ряд. Вот этот ряд мы уже вяжем по рисунку, девочки. 1, 2, 3 изнаночные. Лицевая. 1, 2, 3 изнаночные. Лицевая. 1, 2, 3 изнаночные. И дальше продолжаем вязать по рисунку. Это у нас 10-й ряд. И возвращаемся в 11-м ряду. 11-й ряд нашего узора. Движемся с вами дальше. Первую снимаем. 1, 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Дальше. Накид. Эти 3 петельки провязываем вместе лицевой, как мы и всегда делали. То есть мы прихватываем первую, центральную перемещаем на первое место. Все петельки прихватили, провязали. Дальше. Накид. Теперь 2 вместе с наклоном вправо провязали. 2 вместе с наклоном вправо. Делаем накид и 2 лицевые. Провязали. 11-й ряд. 12-й ряд, девочки, мы вяжем все изнаночные петельки. И возвращаемся в 13-м ряду. 13-й ряд. Лицевой ряд. Осталось совсем-совсем немножко. Итак, движемся. 1, 2 лицевые петельки. 1 изнаночная. 1 лицевая. Накид. Снова вот эти 3 петельки провязываем, как и всегда. Переставили центральную вперед и провязали их 3 вместе. Лицевой. Накид. Лицевая. Изнаночная. И еще 2 лицевые. Итак, продолжаем до конца ряда еще один раз и два раза. 14-й ряд. Изнаночный ряд. 14-й ряд вяжем по рисунку, ничего не меняя, не переставляя. 2 изнаночных. Лицевая. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных. Лицевая. И еще 2 изнаночных. Итак, продолжаем по рисунку вязать девочки до конца нашего ряда. У нас осталось 2 ряда нашего рапорта. Остался 15-й и 16-й. 15-й ряд, девочки, вяжем точно так же, как мы вязали 13-й. И 16-й ряд, естественно, повторяем как 14-й. То есть 13-14 связали. И еще раз вяжем точно так же 15-й и 16-й, как 13-14. И наш узор будет закончен. Ну вот, в принципе, и все. Мы с вами провязали нашу красоту. Теперь снова можно начинать с первого ряда. То есть 4 ряда разделительных вяжем лицевыми, чтобы получались вот такие красивые арочки. И дальше вяжем наш узор. И повторяем, и повторяем до тех пор, пока не свяжем на нужную нам высоту изделия. Ну вот, в принципе, пользуйтесь, пробуйте, вяжите в разных расцветках, разной пряжей. На лето я рекомендую связать вот такой образец из хлопковой пряжи. И будет очень-очень шикарно. Ну, а на этом всем пока-пока. Ровных петель. И еще всем вам всего доброго, хорошего вязального настроения, мира, терпения и благополучия вам и вашим семьям. Субтитры создавал DimaTorzok